Боже, благодарим Тебя, славим Тебя, мы просим о том, чтобы Ты кормил нас Словом Твоим, мы просим о том, чтобы Ты взял от Твоего Духа и вложил в наш Дух. Господь, назидай нас, потому что мы нуждаемся в этом назидании. Боже, обновляй нас, потому что мы нуждаемся в этом обновлении. Оживляй нас, Господи, по Слову Твоему и живы будем. Ты, Бог, сильный, любящий. Ты любишь нас настолько сильно, что Ты не позволяешь нам остаться прежними, Господь, но меняешь нас, проводишь от веры в веру и от силы в силу. Благословен Ты, Господь, Бог, который заботится о народе Своем во имя Ишуа Мессии. Амин. Амин. Итак, для начала я хотел бы рассказать небольшую историю. Я люблю истории, собираю их иногда. Несколько дней назад я общался со своим сыном, ему 9 лет, скоро будет. И, ну, как все дети того возраста, третий класс, вы понимаете, учиться нам очень сложно. Я вам хочу сказать, по-честному говоря, действительно, чем дальше, тем сложнее. Ну, я уже просто иногда теряюсь, хоть и уровень третьего класса. Следующий такой момент был, мы с ним обсуждаем его успехи, они у него желают лучшего. И я ему читаю наставление, значит, как положено родителям. Вы все переживали нечто подобное, да? И я ему говорю, Сеня, это последнее китайское предупреждение. Он задумался, потому что, ну, как бы он еще не знает этой фразы, говорит, в смысле. Я говорю, ну, после этого все. Вот я тебе, я, ну, все спокойно, я ему объяснял. Я говорю, после этого будут последствия. И я думаю, что если ты не будешь исправляться в этом, в этом, если ты не будешь более внимательный, то я думаю, что мы пересмотрим определенные привилегии, которые есть в твоей жизни. Я думаю, что с мультиками ты будешь встречаться, ну, как бы ты мультиков не увидишь, короче говоря. Ну, я себе сказал, и тут такая пауза, и я чувствую, что он завис. Реально, так просто, я же, как бы, вы знаете, как родители читают морали. Так положено читать, так нормально читаю. Мы все слышали эти тексты, мы все их знаем, и все их читали. Какого дети не выросли, вы узнаете. Как будто с одного листа писанные. Я, как бы, готов продолжать. Вдохновение у меня. И тут я чувствую, что он начинает, так слезы у него наворачиваются. И он таким упавшим, реально упавшим голосом говорит, что я в своей жизни больше никогда не увижу мультиков. Вообще реально. И тут я, как бы, думаю, ничего себе. Я же вроде так не сказал. То есть мое представление было очень простым. Исправишь оценки, будут привилегии. Ну, как бы, я же, как бы, да. Но он услышал мои слова совершенно по-другому. Как будто приговор был проговорен в его жизнь навсегда. Просто как будто с этого момента что-то выймут из его жизни, и он просто, знаете, вот ты хочешь посмотреть, а ты не можешь. Нет драйвера у тебя. Нет, ты не можешь посмотреть эти мультики. Вот я говорю, не-не-не, не переживай. Говорю, пока там ты не исправишься, все объяснил. Он такой, камень просто с сердца выпал. Ну, реально, как будто просто перестал быть мне сыном, я ему перестал быть отцом. И вы знаете что, я задумался вообще об этом состоянии. Потому что я вот начал размышлять о Боге и его природе. Очень часто Бог что-то говорит в нашу жизнь. Мы настолько привыкли к этим моралям, да, вот к этим, ты, пожалуйста, не делай вот этого, не делай того, поступай вот так, сяк. Но Бог говорит что-то, мы привыкаем. И в какой-то момент Он говорит, если ты не будешь это делать, то будет тебе вот так. И ты такой. Но знаете что, переживаешь не то, что ты как бы огорчаешь своего отца, а переживаешь, что придет наказание в твою жизнь. Ты на этой большей степени переживаешь, что у тебя, ну как бы прекратится доступ к какие-то зоны комфорта, зоны удовольствия, чем то, что взаимоотношения разрушены. Понимаете, да? Его не расстраивает то, что он будет, ну как бы незнающим, неграмотным. Это его не расстраивает. Вообще, это никого сейчас, по-моему, особо не расстраивает в третьем классе. Вот. Но его вот как бы наказание беспокоит. И я начал размышлять дальше. И я увидел, знаете, что есть определенные принципы вот в этом контексте. Очень яркий пример, который коснулся моего сердца, это история вообще царя Саула. Помните такого царя, да? Вообще уникальная личность. Он мне очень нравится. Царь Саул — человек, который был призван Богом. Вообще нет никаких сомнений. Вы помните, как происходило его избрание? Пророк приходит, чудеса, ослицы потерялись, пошли искать какое-то слово. Потом начал он пророчествовать. То есть невероятное подтверждение того, что этот человек, он поставлен от Бога. Вот никаких сомнений. Если дальше мы потом видим, разные самозванцы появлялись, тот захватил, тот отравил, тот непонятно что, и непонятно какой конец их жизни было, то жизнь Саула, она была направляема Богом. Это был человек, направляемый Богом. Вы бы сейчас говорили, реально помазанник. Но он таки был помазан на царство, на все, что делалось. Вы помните, как его выбирали из всего Израиля? Представляли эту картину? Приходят тысячи людей по родам, под знаменами, просто роды, там, почитаемые люди. И он прячется где-то, и пророк его вызывает при всех. Вызывает, и все смотрят, какой он там, ну, красивый. И говорят, вот это царь. И, ну, понятно, он не умеет еще управлять, но в любом случае он был избран. Были люди, которые сомневались в его избрании. Если вы почитаете Первую Царство и увидите, как эта история, люди говорили, да кто он там? И приходило поражение. Бог заступался за него. Реально, Бог приходил и заступался, и, ну, все было очевидно. И проблема началась тогда, в общем-то, вот реально, настоящие испытания пришли в жизнь Саула тогда, когда он начал побеждать, и он начал вносить определенные коррективы в то наставление, которое давал ему Господь. То есть Бог сказал ему, завоюешь одного царя, Агага, да, и я хочу, чтобы всех убили. Я не хочу, они, ну, как бы, Бог дает конкретное повеление, дает наставление, что нужно сделать. Он щадит этого царя, щадит овец для того, чтобы принести их в жертву. Да, казалось бы, ну, такое, ну, можно сказать, молодой царь, неопытный. Ну, давайте его, вот, как бы, простим. Да, проголосуем, давайте простим. Ну, надо же человеку учиться, все делают ошибки. Но мы видим, что не все так просто. И 1 царств 15 глава, она описывает вот эту трагедию. Самуил, человек, который помазал Саула, Самуил, который очень сильно ратовал вообще за Израиль, ну, сплошной позитив просто в духовной сфере, он очень сильно был огорчен тем, как Саул поступил, что он пожалел этого царя, он не послушался Господа. Он приходит к Саулу и обличает его. Вот так вот он, если вы почитаете, как отец, он начинает его, как бы, ну, что же ты так, послушай, тот говорит, вот, мы победили, он говорит, да, но что это за блеяние овец? Почему ты пощадил того, кого Господь сказал погубить? Почему ты, ну, как бы, зачем ты это сделал? Это такая глупость. Сегодня бы Бог утвердил твое царство навсегда. Вообще, просто ты был бы крепок, но все. Вот такое ощущение, что в жизни Саула проведена какая-то невидимая черта. Просто, это, вот знаете, вот на что похоже? Ты нес банку, например, с чем-то, с водой, и она выпала. Ты уже не соберешь ее. Все, вот черта, она проведена. И Саул говорит в 28 стихе 15 главы. Тогда сказал, Самуил говорит, «Ныне отверг Господь Царство Израильское от тебя и отдал Ему ближнему твоему, лучшему тебя». Лучшему тебя. Вот просто взял сегодня и забрал. Вы думали, что он чувствовал в этот момент? Представьте, карьера только начиналась. И в какой-то момент Бог говорит, «Все, ты не подходишь». Ты не подходишь, ты не можешь быть. Ты не можешь быть тем. Это все равно, что, представьте вы, допустим, такая ситуация, парень с девушкой, они встречаются, встречаются, и вроде бы как бы любят друг друга, «Все, все, 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 уже вот-вот-вот свадьба, вот свадьба». И в какой-то момент она ему говорит, «Ты знаешь, я подумала, это не ты». Жестко, правда? А вы уже там квартиру думали, как купить, уже все, там билеты купили на медовый месяц, все, 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 но в какой-то момент, в последний вот момент, то есть глубокое разочарование. И он понимает, Саул понимает, что не все так просто, потому что есть большое количество людей, которые на него ориентируются, которые, если услышат о том, что царство отвергнуто, они просто его оставят. То есть ты был великим, но станешь никем, просто станешь сыном своего отца. Уйдешь домой, и все будут говорить о тебе, это бывший царь, отступник. И он падает в ноги Самуила и говорит, «Почти меня перед людьми, покажи, что ты почитаешь меня, покажи, что я по-прежнему что-то значу для этих людей, что я могу еще занимать эту должность, что я еще могу выходить на победы, и Бог со мной, покажи всем, что Бог со мной». И мы видим, что Самуил, он очень огорчен всем этим, он почитает его, ну то есть как бы он, он почитает видимую, видимую часть, «Но внутри и Саул, и Самуил знают, что все разрушено». И написано очень интересно в 35 стихе, «И более не виделся Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем». Вы чувствуете, да? То есть отношения разрушены, нет взаимоотношений ни между этим пророком, ни между Саулом и Господом, они разрушены, он печалится о нем до самой своей смерти, потому что Господь раскаялся. Я вот, когда почитал это все, думаю, Боже, а если в моей жизни будет что-то такое, что Господь раскается обо мне? Как это страшно вообще, реально это страшно, друзья. Это пострашнее, чем не смотреть мультики всю свою жизнь. Ну, может быть, для него это, конечно, сравнимо, да? Но еще раз, смотрите, Саул, он, ну, как бы, он боялся потерять то, что он получил на этой позиции, но он не пытался восстановить взаимоотношения с Богом. Ведь это делалось же, правда? Вы помните царей, который, пришел пророк, говорит, умрешь смертью, он обернулся к стене и начал плакать и говорит, Господи, я перед лицом Твоим делал это, это. И тут пророк раз, Бог его говорит, вернись и скажи, еще 15 лет будет жить. Ведь, ну, как бы, можно было что-то делать такое. Этот же падает в его ноги и говорит, почти меня. Пускай все люди думают, что со мной все нормально. Пускай все люди почитают меня, как прежде и даже больше. Я докажу, что все будет хорошо. Я все равно смогу. С той поры жизнь Саула, она была реально изменена. Да, он оставался на своем посту царя еще долгие годы. Оставался до самого конца. Но я думаю, что по-прежнему он нес в своем сердце горечь этого поступка. Горечь этой черты, этого поражения. И то, что начиналось как помазание и благословение, оно реально потеряло свою особенность и стало простым человеческим. Он стал простым царем, простым диктатором, таким, который есть в каждой стране. Он перестал нести Божье знамя, Божье предназначение, Божье призвание, хотя технически он делал по-прежнему то, что он делал до этого. Итак, Саул не принимал Давида. Мы все знаем эту историю. Он гнал его, потому что я думаю, что Давид напоминал ему об этом поражении. Давид был ходячим символом его греха. Давид был занозой для его глаз, потому что он понимал, что вот тот человек, который должен был забрать это царство, который вообще, если говорить реально, уже может его забрать. Потому что в нем есть благоволение, люди это видят. И пускай формально Давид еще не стоит на этой позиции, но все. Царство не у Саула, хотя он может расписаться где-то в какой-то ведомости. Царство не у Саула. Что он мог сделать? Вот реально, что он мог сделать? Он мог, в принципе, я думаю, осознанно и добровольно сложить с себя титул царя. Ведь согласитесь, это было бы выходом, но это надо понимать, насколько тяжело было это сделать. Вы представляете, друзья, насколько надо было бы смириться Саулу, чтобы отказаться от царства. То есть, выйти и сказать, послушайте, вот только что приходил ко мне Самуил, и я согрешил, я недостоин. Бог сказал обо мне, что царство он у меня забрал. Зачем я буду ним управлять, если он забрал? Я хочу добра для Израиля, я хочу добра для народа, я хочу быть послушным Господу, я хочу принести достойный плод покаяния. Давайте дождемся того человека, которого, давайте перевыборы сделаем. Согласитесь, это было бы, если вот так вот рассуждать, реальным покаянием, но давайте подумаем, насколько большим было искушение не делать этого. Правда? Вот ты царь, вот ты уважаемый, Самуил умрет или где-то там живет, неважно, мы не видимся, суть остается в том, что я по-прежнему царь и буду держаться до конца. Он мог покаяться, но это был вызов для него. Мне очень грустно, когда я думаю о Сауле, действительно, он, была проведена черта, но он не был готов к этому. Я, вы знаете, сталкивался в своей жизни с подобными ситуациями, конечно, не в таком глобальном масштабе, но я помню, когда вот я общался с разными людьми и они поступали как-то нечестно в мою сторону, обижали меня и в какой-то момент они приходили и говорили, слушай, ну ты там прости, короче говоря, я там погорячился в твою сторону. вот как-то так я поступил, ну все, все, прости. Я говорю, окей, хорошо. Я пытаюсь с ним строить взаимоотношения, они не строятся. Я понимаю, что в мою сторону по-прежнему тоже, ну как бы отношения остались. Да формально мы извинились, он извинился, да, этот человек против меня, потому что, ну допустим, я не считаю, что я его обижал, но отношений нет. Я говорю, ну как там ты живешь, расскажи мне. Я понимаю, что снова стена. Я понимаю, что как бы формально не предъявишь ничего, но по сути взаимоотношений нет. По сути взаимоотношений нет, произошел разрыв. Интересно, когда мы читаем вообще о том, как начиналось служение Ишуа. Мы встречаем такого человека, как Иоанн Креститель. И проповедь его была достаточно прямая, и я бы сказал, даже резкая. Вы помните, что он говорил? Матфея 3 глава 10 стих. Обращаясь к иудеям, он взывает и говорит, уже из секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Смотрите, в его проповеди есть то же ожидание, которое имеет Господь. Если человек, если человек не соответствует Божьим ожиданиям, и Бог его обличает, и если ничего не происходит в жизни этого человека дальше, то есть, если человек ничего не делает со своей жизнью после обличения, прикладывается секира, прикладывается топор к его корням. Понимаете, да? То, что произошло у Саула, только у него не было времени повыделываться, все произошло быстро. Просто хинч и произошло. Он сделал одну ошибку, две ошибки, три ошибки, приходит пророк и говорит, царство больше не твое, вся жизнь поломана. Царство больше не твое. А как же? Ну что же? Не твое. Есть тот, кто займет твое место, поэтому жди, ты его все равно освободишь. Я читал о разных царях в Израиле. Если вы вообще реально возьмете книгу царств, книги царств, вы можете увидеть, что в некоторой главе начинается все примерно таким образом. Родился царь такой-то, делал неугодное перед лицами Господа, недостоин был даже похоронен быть в гробнице отцов своих. Итак, родился царь следующий, правил столько-то, маму звали так-то, папу звали так-то, недостоин даже быть похоронен в гробнице отцов. Безбожники, такое-такое. Это люди, которые вот так, как ветки, они были отсекаемы, их жизни, они уходили в прошлое, бессмысленные, полные какого-то разврата, полные греха, ничего не оставалось после них. Недостоин даже быть похоронен в гробнице своих отцов. И где-нигде один какой-то появляется и говорит, он старался делать, как Давид, он старался то, и был хороший царь, благословенный царь, и просто как свет какой-то открывается. Думаешь, Боже, слава Богу, что есть такие люди. Итак, друзья, Господь справедлив, и это настораживает. Друзья, Господь справедлив, и это реально настораживает, потому что мы как бы играем в игры, но он не играет с нами в те игры, которые мы себе придумали. Итак, смотрите, что мы можем понять из истории Саула? Черта в жизни человека, она может быть проведена Богом, но в видимом мире все останется по-прежнему. то есть наличие благосостояния в видимом мире не означает, что все хорошо в духовном мире. Жизнь Саула до самой смерти царь. И сколько людей не ходило и не говорило, он безбожник, вы помните, что Давид, он не шел с таким, хотя мог бы идти с сильной рукой и говорить, я царь помазанный, освободите мое место и так далее. Он просто ждал, когда Бог сделает что-то. Он был послушен Божьему времени. Это очень важный момент. Смотрите, было время для Саула. Было время для Саула. И периодически мы видим как просветление в его жизни, когда Давид убегает от него и говорит, за что ты меня гонишь? Я собака, я просто никто, я не достоин того, чтобы ты меня гнал. Он говорит, это ты, сын мой Давид? Я. Прости. Все, и разошлись они. До какого-то времени. Снова его нахлестывает вот этот нечистый дух, который начал мучить его с того времени. Начал беспокоить его внутренность. То есть, он получил доступ к жизни Саула. Дух огорчения. Видимо, царь. Но по факту мучим нечистыми духами. Мучим теми, кто не дают ему покоя. Итак, черта в видимом мире может выглядеть очень хорошо, но в духовном мире произошло разделение между Богом и человеком, между человеком и другими людьми. И прошло очень-очень много времени. Еще один царь пришел мне на память. Данила, четвертая глава описывает эти события. Этот царь был языческим в начале своей жизни. Царь Новохудоносор. Помните такого? Очень интересная личность, не совсем для нас понятная, но в какой-то момент своей жизни он видит сон от Господа. Бог показывает ему нечто. Это потрясает его и приводит конкретно в ступор. Он в шоке. Он собирает всех тех, кто может толковать эти сны и приводит к нему Даниила. И Даниил, он реально истолковывает ему этот сон и показывает выход. Что сделать, чтобы этот сон не сбылся? То есть Бог, он приходит в жизнь языческого царя и говорит, послушай, я проведу черту и тебе необходимо что-то с этим делать. И мы читаем, Даниил говорит в 4 главе 24 стихе. «Посему царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твоим милосердием к бедным. Вот чем ты можешь продлиться, вот чем может продлиться мир твой. Искупи грехи, говорит Даниил. Ты должен искупить свои грехи, ты должен перестать делать то, что ты делал. Проходит время, ничего не происходит в жизни на выходоносе». Вы знаете, когда ты просыпаешься после какого-то страшного сна, ты думаешь, фу, я в жизни так не буду делать, я все, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, проходит день, к вечеру ты уже молодец. Ты думаешь, вот это мне приснился какой-то вообще бред. Как я мог такое говорить, что я мог наделать, что я мог наобещать кому? Вы помните эти истории, когда человек падает с высотного здания, пока летит, кричит, «Господи, если ты меня спасешь, я всю жизнь тебе буду служить», цепляется где-то за какие-то ветки, встает и думает, вот это я бред какой несу, когда боюсь. Да? Бог спас тебе жизнь, но когда ты уже почувствовал, что все хорошо, думаешь, ха-ха, пронесло. Слава Богу, повезло же мне. В этом есть Господь. Итак, мы видим, что происходит дальше. 26 стих и по 29, 4 главы Даниила. «По прошествии 12 месяцев, расскаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою моего могущества и в славу моего величия?» Ну, такой просто. Он вышел, как вот этот царь, помните, из этого фильма, выпил водки и сказал, лепота, да? Кто ж это подстроил, как не мы, цари? Я, тот, кто это сделал. И тут написано, еще речь, сия была в устах царя, как был с неба голос. Он еще не успел закончить, не успел слова договорить, и голос с неба говорит, тебе говорят, царь на выходе на ссор, царство отошло от тебя. Знакомые слова? Да? То же самое Самуил сказал Саулу. Царство отошло от тебя и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Вообще, вы представляете, и стал человек животным. Травою начали его, то есть, его разум, он полностью, ну, как бы, ушел от него на семь лет. Вы представляете, что увидели эти слуги? Вообще, я удивлен, что он выжил эти семь лет, ну, так вот, если реально. То есть, он бегал по садам, бегал по каким-то рощам, был царь, и стал совершенным, полноценным идиотом. Во всех крайних формах понимания этого слова. Был великий царь, который построил все, что можно было построить. Представляете, какое смирение Бог взял его за гриву и поставил на место. Когда человек не хотел сам этого сделать, через год. Здесь написано, смотрите, по прошествии 12 месяцев. 12 месяцев. Черта была проведена, но 12 месяцев Бог ожидал покаяния от этого человека. Бог ожидал смирения. Бог ожидал измененного сердца и сохраняет ему жизнь. 7 лет позора, но он приходит в себя. И дальше мы читаем о том, вот если вы почитаете книгу Даниила, да, он говорит, что я в какой-то момент пришел в себя. Я собрал всех людей и сказал, послушайте, Бог израильский, это самый великий Бог. Там такое сильнейшее исповедание на выходе на ссором, вообще славы Божьей, величия Божьей. Ну, вы понимаете, да? Я думаю, что он прожил больший позор, чем мог бы прожить Самуил, Саул. Правда? Ну, реально, потому что, если мы подходим к вопросу, вот чисто технически, то даже Израиль, он мог бы в большей степени уважать Саула, который бы оставился, если бы он покаялся, потому что это покаяние, оно было в интересах народа. Улавливаете, да? Он представлял народ, как первый царь. Если бы его покаяние было полным и искренним, я думаю, что люди бы смотрели и говорили, вот это мужик, он смог снять эту великую корону, отдать ее тому, кто по сердцу Божьему, потому что он заинтересован в нас, как в народе, он любит нас, как народ, он оставил свое положение, как царя, потому что он хочет, чтобы для Израиля было хорошо, чтобы мы служили Богу в радости и чистоте. Но это было сложно. Это было сложно. Для Новохода Носера это тоже было сложно, хотя, в принципе, Даниил не требует от него чего-то особого. Он говорит, искупи, начни заботиться о бедных. То есть, пускай будет какой-то порядок, какая-то простая забота. Он не говорит ему, обратись в иудаизм, прими на себя все обеты там и прочее, и прочее, и прочее. Не об этом вообще речь. О простом послании. Но он этого не делает. Итак, друзья, какой принцип мы можем увидеть в этом отрывке? Черта была проведена. Бог подождал. И не увидев раскаяния этого человека, наступило воздаяние. Черта была проведена. Бог дал возможность покаяться. Но не увидел этого покаяния, пришло воздаяние. Сегодня у нас день царей. Еще один царь, о котором я хотел бы поговорить, это царь Давид. Вообще, Давид тоже уникальный человек. Он очень славно сражался. Царь, который стал вместо Саула. Он славно сражался, славно побеждал, славно грешил. У него все было славно. Вообще, правда? То есть, он не был человеком каких-то серединок, он был человеком конкретных действий. Грешить так грешить, любить так любить, воевать так воевать, строить храм так будем строить, ну, по крайней мере, будем собирать материал. И мы знаем, что одним из таких известнейших грехов Давида был грех с Версавией. Ну, как бы достаточно понятный. Давид отбирает жену у своего воина, убивает его, и к нему приходит пророк Нафан. И интересно, что когда мы читаем вот этот диалог Нафана с Давидом, мы, это вообще, я не знаю, как Давид думал, чем он думал, но уже все, уже Урия умер, Версавию забрали, уже вроде как ребенок даже вот почти есть, да, и приходит Нафан и говорит, царь, притчами начинает разговаривать. И такое ощущение, что Давид не понимает вообще, что он натворил. Настолько у него в голове что-то все перемешалось, что он такое складывается реально ощущение, что он не понял, что он согрешил. Хотя вещи очевидные, ну, да, просто до невозможности. Правда? Реально, просто очевидные. И когда он обличает его, Давид ну, как бы потрясен тем, что он понимает, что я, он говорит, я согрешил. И Нафан говорит, Бог снял с тебя этот грех, но ребенок, он умрет. И написано, что заболело дитя. Заболело дитя. И Давид, в общем-то, поступает естественно для отца. Он любил Версавию, ну, как мог. Вы понимаете, да? И написано, есть, 2 царь, 12 глава, 16 стиха. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и уединившись провел ночь лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел, и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давида боялись донести ему, что умер младенец. Ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему, умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое? И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих, умерло дитя, и сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо, а теперь оно умерло, зачем же мне поститься, разве я могу возвратить его, я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Смотрите, какой порядок есть, Давид согрешил, покаялся, попытался что-то изменить, надеясь на милость Божью, он в смирении принимает Божие наказания, но у него есть, вот в этом поступке, есть нечто, знаете, такое упование на Бога, Боже, все, черта в моей жизни, она проведена, но если я жив, я попробую что-то поменять, я попощусь, я смирюсь, сколько нужно, семь дней, неважно, я буду ожидать, вдруг Господь милующий, а если он не отменит своего наказания, я не буду заламывать руки и говорить, за что такая несправедливость, сколько мужчин изменяет с женами других людей, и живут эти дети, ну почему только со мной такое страшное наказание, никаких истерик, он встал, он умылся, пошел в храм Божий, помолился, пришел и говорит, давайте жить дальше, Бог сделал то, что он хотел, Бог совершил то, что он захотел, то, что он запланировал, итак, друзья, чему мы можем научиться из этих отрывков, как мы можем применить то, чему мы научились. Смотрите, если человек после того, как согрешил и пошел против повелений Божьих жив, это не случайность. Еще раз, если мы, согрешая, остаемся по-прежнему живыми, это не случайность, это не недосмотр. Бог дает нам время для изменений. Грех, он проводит эту черту разделения взаимоотношений с Богом, но милость Божья дает нам возможность что-то поменять. Вы видите, какие примеры? Бывает вот так и не изменишь. Бывает мгновенно, но бывает так, что есть возможность что-то поменять, что-то изменить. А если оно не меняется, тогда нужно иметь сердце спокойное, принимая Божье наказание, потому что мы его заслужили. Улавливаете, да? Потому что на самом деле это результат нашего выбора, который мы сделали раньше, и можно рассуждать, ну как же, давайте будем голосовать, насколько этот грех тяжелее, насколько этот грех легче и так далее, вот этот достоин такого. Послушайте, Бог справедлив, Бог справедлив, и это настораживает, это настораживает. Бог дает время для покаяния, и будет очень мудрым использовать его по существу, а не просто продолжать строить свое царство в видимом мире, говорить, слушайте, так ничего ж не поменялось. Ну да, виноват, ну вы ж как бы все равно в отношениях с Богом все поменялось. Видимо, нет, а в отношениях да, и Бог не упускает это из вида. Написано в Экклезиасте 9 главе 4 стихе, кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Какая разница, был ты царем, был ты львом или кем-то другим, послушай, ты уже мертвый, тебя закопают, и твое тело смешается с этим прахом, из которого ты взят. Но если ты еще жив, это лучше, потому что есть надежда. Есть надежда изменить свою жизнь. Да, возможно, ты уже не достигнешь того уровня призвания, того, знаете, изначального великого плана, о котором говорили тебе пророчества, и ты можешь их доставать и говорить, вот, возможно, так уже не будет, а может и будет. Мы не знаем, но все будет зависеть, скорее всего, от того, смирится ли твое сердце. Смирится твое сердце. Мы не знаем, какова была бы судьба Савула. Может быть, Бог, увидев бы его раскаяние, вернул бы Самуила и сказал, послушай, утешь его. Я пересмотрел, потому что я Бог милостивый. Я строго наказываю, но я и милую. Может быть, что-то бы поменялось, мы не узнаем. Почему? Потому что сердце не было смиренным. Потому что пришли злейшие в его жизнь и мучили его. Итак, Бог обходит свой сад, Бог обходит свой народ. И Он говорит о том, что дерево, которое не приносит плода, оно срубается. Вы помните эту притчу в Луки 13 главе 6 стихе. Ишуа обращается к своим ученикам и рассказывает. И сказал сию притчу. Некто имел винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. У каждой смоковницы есть предназначение, есть призвание. У нее есть все необходимое для того, чтобы что? Приносить плоды. Это естественная, ожидаемая вещь от плодового дерева. Это нормально приносить плоды. Это нормально ожидать плоды. Нормально, что Бог ожидает, что наша жизнь, она будет немного другой, чем с самого начала. Нормально, что с годами мы будем приносить больше плода, чем с самого начала, потому что мы же растем. Правда? Дерево маленькое, мало плода, дерево большое, много плода. Это нормально. И плод этот должен быть приемлем для того, кто его посадил. И он говорит дальше. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Вы знаете, друзья, когда я думаю о своей жизни, когда я думаю о жизни других людей, с которыми я пересекаюсь, я внутри себя задаю такой реальный вопрос. А не лежит ли секира у моих корней? Ну вот просто, реально. И ты смотришь, бахвалится человек, выделывается, говорит какие-то такие вот, вот что-то такое, говорит тебе. И ты думаешь, боже мой, видимо, ты молодец, я хлопаю тебе стоя, но что если там в духовном мире Бог сказал свое слово о тебе? Что если там твой год уже пошел и может быть осталось до этой проверки месяц, а может быть неделя, а может быть завтра он придет и скажет год прошел, я с ним разговаривал год назад с этим человеком, я посылал к нему пророков, я посылал к нему служителей, я говорил ему лично, я посылал ему какие-то откровения во время снов, он имел это откровение и вышло время, и вышло время, а потом мы можем узнавать, такой молодой или такой сильный, или такая сильная, или такой грамотный умер, как же так? мы не знаем определенных друзья моментов, а воноходоносоре можно было сказать, ну как же царь такой ухоженный, грамотный, как же так, что у него в голове такое произошло, давайте будем изучать этот такой дикий, ну как бы эксклюзивный случай, не помогут изучение, потому что в этом есть рука Божья, в этом есть рука Божья, когда мы читаем о причастии, люди, которые приходят поверхностно насмехаясь или как бы пренебрегая телом Христа, он дальше говорит в первом Коринфянам 11 главе, что относясь таким образом, многие из вас болеют, а некоторые даже умирают, то есть иными словами, ты делаешь, 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 как бы прошло тебе с рук, в какой-то момент умер, что такое? Еще бы мог жить и жить, Бог говорит, нет, год прошел, я милостивый, но я ожидаю плода, я ожидаю реального плода, я ожидаю реальных изменений, мне не нужны слушать твои понты и все то, что здесь ты мне рассказываешь, послушай, я хочу увидеть плод, это то, что определяет где ты, саду ты или за садом, как ветки валяешься сухим, я хочу увидеть плод, есть милость, я окопаю, я удобрения положу, я подожду еще, я подожду, но не думай, что это будет вечно, и так, как узнать, не лежит ли топор у моих корней, прежде всего, друзья, задайте себе честный вопрос, делаю ли я то, что Бог ожидает от меня, и это очень широкое такое, знаете, понятие, что Бог ожидает от меня, мы знаем очень много вещей, Он ожидает от нас исполнение заповедей, Он ожидает от нас того, чтобы мы приближались к Нему, чтобы мы служили Ему, чтобы мы принадлежим, ну, то есть, это широкое слово, да, что Бог от меня ожидает, и очень непросто ответить, а с другой стороны, очень легко ответить на этот вопрос, если я задам себе этот вопрос, я скажу, что есть сферы в моей жизни, которые меня сильно беспокоят, потому что я понимаю, что я не до конца делаю то, что Бог от меня ожидает, как отец, как муж, как брат, как служитель, как человек, то есть, есть те сферы, в которых я нуждаюсь, в которых я слаб, это уже ставит меня в определенную зону риска, это уже значит, я не могу просто так балдеть по жизни, это уже я должен внимательно смотреть, ну, как бы за временем, а что, если топор лежит у корней моего дерева, а что, если я в своей глупости вот так вот буду кичиться, а вы просто узнаете на следующий, в следующую пятницу в 18.00, то нет меня, нет, молодец, Паша, это скрытая реклама, что если действительно так произойдет? Такие случаи в жизни иногда выходят, вы знаете, мы вот просто молодая красивая девушка шла по ступенькам, как-то неправильно ногу поставила, перестала расти нога на всю жизнь, что? По? Ах, вы знаете, Наталья Яковлевна, если я не буду говорить о смерти, это не отменит смерть, и я не боюсь, что я что-то на себя наговариваю, потому что, знаете что, друзья, я хочу быть готовым к взвешиванию своей жизни, если я не задам себе этот вопрос, то кто мне его задаст, ну реально, я не суеверен, чтобы там бояться на себе показать что-то или что-то, я знаю просто такие истории, молодая красивая девушка просто спускалась со ступенек, просто подвернула чуть-чуть ногу, непонятно, ничего такого, даже не ударилась, перестала расти нога, инвалид на всю жизнь, одна нога, короче, другой на 15 сантиметров, целое приключение, вы не представляете, что это такое, мы можем говорить, ну как же, такой сложный медицинский случай, послушайте, мы не знаем, что там было в духовной сфере этого человека, может быть, там давно что-то было, может быть, давно Господь вел с ней свои разговоры, которые она упорно игнорировала, вопрос не в этом, вопрос не в этом, делаю ли я то, что Бог от меня ожидает, не во всем, поэтому я уже ощущаю необходимость бодрствовать над своей жизнью, я говорю о широких понятиях, но тем не менее, бывает такое, что Бог присылает каких-то посланников, которые начинают говорить в твою жизнь о конкретной сфере, говорят, ты имеешь проблемы с гордыней, ты имеешь проблемы с языком, ты имеешь проблемы с жадностью, ты имеешь проблемы вот с этим, с осуждением, с каким-то вот таким грехом, с похотью, то есть, приходит Божий посланник в твою жизнь, и ты думаешь, фу, быстрее бы ушел, не хочу об этом говорить, послушайте, но на самом деле, это может быть тот Самуил, который пришел в вашу жизнь, это может быть тот Даниил, который истолковал вам сон, это может быть тот Нафан, который говорит к вашему сердцу, и у вас есть выбор, что с этим сделать, лежит ли топор у моих корней, делаю ли я то, о чем предупреждают меня его посланники, через проповедь, через какие-то книги, через какие-то ситуации, через какие-то вещи, что я делаю с этим, отмахиваюсь, говорю, так короче, не вопрос, не вопрос, но есть Господин, который осматривает свой сад, и он справедливый, и он строгий, да, любящий, поэтому вы живы, вы живы, и значит, есть надежда, друзья, я не пытаюсь вас запугать, но вы знаете, что если мы посмотрим в Писание, огромное количество мест, Писание говорит как раз об этом, бодрствуйте, люди, потому что время, оно лукаво, оно обманчиво, может быть, твой год пришел к концу, и пришел сезон посчитать плоды, не подвергайте себя такой опасности, потому что на самом деле это опасно, на самом деле вы можете перед людьми играть хорошую роль, выглядеть прекрасно, как Саул, но внутри не иметь взаимоотношений. Итак, присылал ли он ко мне своих посланников, и что я с этим сделал? Говорил ли он о какой-то сфере моей жизни, и что произошло потом? прислушался ли я к ним? Вы знаете, соглашение с Божьим Словом, это не приравнивается к следованию по Божьему Слову. Мы все знаем, что спорт это хорошая вещь, мы все согласны с этим, правда? Но это не значит, что мы все спортсмены. Мы все говорим о том, что шахматы развивают мышление, но мы не умеем играть все в шахматы, правда? И это не является нашей страстью. То есть, согласие с Божьим Словом не приравнивается к жизни по Божьему Слову. Согласие с каким-либо пророчеством, которое обличает вас без изменения своей жизни, ничего не значит. Ничего реально не изменяет. Итак, друзья, мы можем говорить, я призван быть учителем, я призван быть апостолом, я призван тем, всем, послушайте, я рад за ваше пророчество, за ваше призвание. Саул был призван быть царем. И что? Этого недостаточно иметь призвание. Любая смоковница призвана приносить плоды. Это в ее ДНК. Приноси плоды, я живу для того, чтобы приносить плоды. Но это не значит, что она принесет плод. Улавливаете, да, друзья? Наше призвание не является гарантом нашего будущего и нашего плода. Мы все призваны быть хорошими матерями, хорошими отцами, хорошими братьями, сестрами, но это не значит, что мы являемся таковыми. И если мы живы, мы имеем время для исправления. Итак, покаялся ли я на самом деле? Есть ли в моем сердце вот этот Божий страх? Я не говорю о том, чтобы вы стали параноиком и оглядывались за каждый угол. Но тем не менее, когда человек живет жизнь таким образом, что понимает, что сегодня может быть конец, вот именно сегодня, не завтра, не через год, что у меня нет отстроченного такого времени, где я могу еще веселиться, а потом перед Одрой, на Одре болезни, перед смертью, я там тихо в 99,9 лет исповедуюсь перед пастырем и ухожу в вечность. Красота, правда? Никто не знает, когда придет этот день. Не надо играть с Богом в эти игры. Марк, 13 глава, 33-37 стих говорит, смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время, подобно как кто бы, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело. И приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте, бодрствуйте, придет господин, и он спросит о моей жизни. И хорошо, вы знаете, если он еще подождет один год, или хорошо, если я буду готов к этой встрече. Но что я буду делать в тот момент, когда топор будет занесен? Он не просто лежит, он будет занесен. Что я буду делать в этот момент? Проводятся черты в наших жизнях. реальные, реальные, серьезные, взрослые, и человек не властен над ними, потому что это производит Господь. Но если мы живы, мы можем что-то менять. Как Давид, как Давид, который получил понимание греха, он упал в посте, он упал в раскаянии, и говорит, Боже, я так надеюсь, что Ты помилуешь нас, что выживет этот ребенок. Согрешил я. Долго грешил. Долго грешил. И мы видим, что Бог в конечном итоге принял покаяние Давида, если говорить реально. Их отношения были восстановлены. Соломон, которого родила Версавия, та женщина, которую он увел у своего солдата, у Урии, он стал царем, и Бог его тоже благословил и любил. Согласитесь, правда? Бог принял его покаяние. Да, не выжил этот мальчик, это дитя, но жизнь продолжалась. И ушел Давид в вечность в старости, насыщенный годами, как один из любимых Божьих царей. Человеком по сердцу Божьего, хотя грешил он не слабо, да, но каялся. Каялся хорошо. И мы видим, как многое у него не получалось и со своими детьми, и многое, реально многое не получалось. Но он прошел через все это благодаря покаянию. Итак, друзья, я хочу помолиться сегодня за тех людей, кто понимает, что долгое время вы пренебрегали своим призванием, вы получали когда-то что-то от Господа, и Бог говорил вам об определенных сферах вашей жизни, которые нуждаются в изменении, но вы оставляли это до лучшего момента. Я призываю тех, кто понимает, что вот уже было это последнее китайское предупреждение. Я призываю вас к молитве, потому что я не хочу, чтобы кто-либо здесь ощутил на себе тяжесть топора Божьего, психиры Божьей. Звучит грозно. Еще раз, я не хочу вас запугать, но это то, что мы видим в Писании о природе Божьего устройства мира. Я хочу помолиться за вас, чтобы вы с новой силой взялись за работу, чтобы вы с новой силой подняли свои руки, смиряли себя, где нужно смирить, чтобы Бог давал вам дерзновение становиться на колени и просить о милости и не просто просить, не просто соглашаться но менять реально что-то в своей жизни. Бог призвал вас быть кем-то, так будьте. Будьте, вы живой, вы живы, будьте. Исправляйте свою жизнь, смотрите на милость Божью, смотрите на Его прощение, принимайте это с благодарением. принимайте это с благодарением, исправляйте свою жизнь и живите дальше. Пускай у вас рождаются соломоны, благословенные цари, пускай ваша жизнь наполняется дальше радостью, если в каких-то сферах вы что-то уже не вернете, ну, значит, вы не вернете это. Бог велик, Бог справедлив, Он может восполнить это другим образом, а может по-другому что-то сделать, не важно, важно, что у вас есть с Ним отношения, важно, что есть отношения, и вы приняты, и вы работаете над плодами для Царства Божьего. Божьего.